Константин Развозов на своей странице в сети Facebook по сути дела обвинил нашего главу правительства Бен-Имин-Итанягу в том, что именно по его вине израильские спортсмены были бойкотированы на соревнованиях под Зюдо в Абу-Даби. С нами на связи по скайпу Константин Развозов. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. — Константин, скажите, пожалуйста, почему вы решили, что именно наш глава правительства виноват в том, что власти Объединенных Арабских Эмиратов не вывесили израильский флаг на соревнования в честь наших спортсменов? — Ну, претензия, в принципе, была в сторону министра иностранных дел. Так как у нас нет министра иностранных дел, глава правительства Натаньяо держит этот портфель у себя, и мы видим наши внешние отношения Израиля сегодня вообще со всем миром, на какой стадии они находятся. — Поэтому, конечно же, претензии только к министру иностранных дел, а сегодня действующий министр иностранных дел — это Натаньяо, поэтому претензии к Натаньяо. — А что он мог сделать? — Ну, я скажу, что арабский мир уже давно-давно пытается нас стереть из лица земли и, соответственно, не принимать наше государство, не принимать тот факт, что существует еврейское государство. И, будучи в прошлом олимпийским спортсменом, мы постоянно натыкались на это, что мы не выходили против нас, не выходили на схватки дзюдоисты из Ирана и других арабских стран. И причина этого была то, что они говорят, мы не можем выходить бороться против страны, которая не существует. Поэтому уже давно в арабском мире хотят, не признают тот факт, что существует Израиль и не хотят признавать. И две недели назад у нас было предупреждение, наша спортсменка, олимпийский вид спорта, парусники, Майан Давидович, поехала на соревнования в Эмиратах и участвовала под флагом Международной ассоциации виндсерфинга. И она, конечно же, не поднялась на педестал почета, но мы понимали, что израильские спортсмены впервые не участвуют под израильским флагом. Через две недели, такой же случай происходит в Абу-Даби, также в Эмиратах, борются израильские спортсмены, и да, попадают на педестал почета, борются не под израильским флагом. И когда они поднимаются на педестал почета, они стоят под международным флагом Мировой Федерации Джудо. Поэтому то, что Арабский мир хотел добиться, они того и добились. Они истерли израильский флаг и доказали тем, что они у себя не будут признавать Израиль. Я считаю, что если бы у нас был министр иностранных дел, и он бы увидел, что две недели назад была такая ситуация. И такой ситуации не может быть. То, что нас не признает какое-либо государство. И обратились бы к президенту Олимпийского комитета Томас Бах. В Олимпийском комитете, в правилах Олимпийского комитета, в законах Олимпийского комитета находится первое правило. Спорт и политика вместе не идут. Это первое правило. И то, что арабские страны сегодня, которые получают возможность проводить такого рода соревнования, международные, большой шлем. Это самый высокий ранг соревнований, который может быть. Они получили право на проведение этих соревнований. Значит, они должны принимать всех спортсменов. И то, что они бойкотируют Израиль. И то, что они, получается, издеваются не только уже над израильскими спортсменами, а просто над государством Израиля. И говорят, мы вас не принимали и мы вас принимать не будем. Эта ситуация неприемлема. Поэтому я считаю, что премьер-министр, будучи министром иностранных дел, должен был обратиться к президенту Олимпийского комитета международного Томас Бах и решить этот вопрос. Так как он этого не сделал после предупреждения, после всего, сегодня после спорта, это может перейти на другие сферы, это может перейти и в политику и так далее. То, что арабский мир хотел сделать, того они и добились. А мы сидим молча. Константин, такой вопрос. А может быть, нам не принимать участие в соревнованиях, где не хотят поднимать наш флаг? Зачем на такие соревнования вообще ехать? Раз, это должно быть решение на уровне страны. Точно так же, как вы помните, Олимпиада 80-й год, Америка решила не выступать в Советском Союзе. Точно так же, если страна решит, что там, где нас не принимают, мы не будем выступать, это шаг. Это может быть правильный шаг. Но я думаю, сегодня в любой международный суд, в который мы пойдем, как государство, есть спортивные суды, есть суды Олимпийского комитета международного, и подадим в суд, то эти страны, Эмираты, которые сегодня большими деньгами покупают проведение международных соревнований, они просто не получат возможность принять соревнования. У них будет ультиматум от Международного Олимпийского комитета. Или они принимают все страны и ведут себя, как полагается, по закону Международного Олимпийского комитета, и не смешивают политику со спортом. Или они просто не получают права на проведение соревнований. Очень просто. Поэтому, я думаю, до того, как мы принимаем решение и наказываем, в принципе, израильских спортсменов, и сдаемся террору. По мне, это террор. И то, что мы сегодня сдаемся и соглашаемся не ехать на соревнования и не участвовать под израильским флагом, это просто сдаваться террору. Но ведь израильская федерация, допустим, по дзюдо, как было в этом случае, заранее знала, что в Абу-Даби будет именно эта ситуация. Зачем же она соглашалась? И, наконец, она могла тоже пойти в суд, заявить какой-то протест по этому поводу. Да, я еще раз повторяю, что задача федерации и задача израильских спортсменов попасть на Олимпиаду и поднять флаг Израиля, который будет поднят на Олимпиаде, следующая Олимпиада, это в Рио, в Рио-де-Жанейро. Это задача федерации. Задача федерации принести честь Израилю и как можно больше израильских спортсменов будут участвовать на Олимпиаде. Это задача. Я думаю, что это сегодня уже не вопрос Израильской федерации, а более вопрос МИДа и более вопрос правительства, что нам делать в таких случаях. Поэтому я не могу здесь прийти к претензии к спортсменам особенно, потому что их задача действительно, задача попасть на Олимпиаду. Эти соревнования были очень важны, потому что там набирались очки на Олимпиаду, и чтобы пройти критерии, нужно набрать максимальное количество очков. А эти очки были очень важны именно с этого соревнования. Поэтому то, что я говорю, мы не можем прийти в претензиях к федерации, мы должны приходить к претензии к правительству. Потому что это сегодня на уровне правительства. Это не какой-то маленький скандал с какими-то джудаистами или с какой-то федерацией виндсерфинга. Это скандал на международном уровне. Арабский мир стер израильский флаг. Такого, как израильское государство, наш израильский суверенитет. Мы не можем признать такую ситуацию. Мы должны сегодня действовать самыми мощными инструментами, рычагами, которые у нас есть на международной арене. Обращаться в ООН, в ОБСЕ и в любую мировую федерацию, чтобы разрешить конфликт. Но в принципе, я говорю, до этих обращений можно решить это на уровне международного олимпийского комитета. Но это должны решать главы правительства. Глава правительства или министр иностранных дел. Понятно. Константин, еще одна тема. Она явно не спортивная, но тем не менее, сегодня она занимала новостные строчки первые. Речь идет о выборах в Азербайджане, парламентских выборов, на которых по предварительным результатам победила правящая партия. Я знаю, что вы вместе с коллегами по КНЕСЭТу были там в качестве наблюдателей. Ваши впечатления общие? Во-первых, очень хорошая организация выборов. Мы были на избирательных участках, ходили, смотрели. Все действительно, люди заинтересованы довольно относительно высокий процент на округах избирателей. И избиратели выбирают регион, а каждый регион выставляет своего депутата, 125 депутатов. И опять же, в тех участках мы проехали немало участков. Все было очень спокойно проходило, действительно организовано большой порядок. Я считаю, что Азербайджан, если после выхода Советского Союза, до сих пор, если кто приедет в Азербайджан, только открывает глаза и не верит, что страна так изменилась. Одни небоскребы, красивые, красивые дома, просто красота. И если страна продвигается в хорошем темпе, то я считаю, что нам нужно поддерживать. И мы, как делегация с Израиля, приехали как наблюдатели. Но для нас с Азербайджаном также приходится стратегическим партнером, очень важный партнер, находится на границе с Ираном. И поэтому часть из европейских странах, также ОБСЕ, как я понял, бойкотировали эти выборы. Но в конце концов... Да, миссия ОСБ не принимала участия в наблюдении. Да, но в конце приехало 500 наблюдателей, и выборы действительно проходили так, как они должны проходить, без помех. И был большой порядок, и в конце концов народ выбрал своих избранников. Спасибо. Спасибо, Константин, за этот разговор. С нами на связи по скайпу был депутат КНЕСТа от партии Ешатит Константин Развозов.